День за днём В Десногорске подняли на постамент автобус, который возил первостроителей города 40 лет назад. Воздействие Смоленской АЭС на окружающую среду Смоленской области минимальное и составляет незначительную часть от предельно допустимых значений. Презентация годового отчёта по экологической безопасности за 2014 год состоялась для общественности города. В администрации города собрались педагоги-экологи, врачи, журналисты и представители администрации. Каждый год достаточно подробно у нас МАЭС представляет все потребности, всех своих обществ в получении информации, кого или иного качества у нас удовлетворяются. И сегодня, я думаю, у нас такая же возможность снова будет предоставлена. Экологическая безопасность – один из приоритетов атомной станции, поэтому ежегодно отдел охраны окружающей среды реализует ряд природоохранных мероприятий. Благодаря техническим решениям снизился сброс загрязняющих веществ водные объекты региона и составил менее 16% от допустимого предела. А выброс вредных химических веществ в атмосферный воздух – около 60% от допустимого. Кроме того, завершение работ по модернизации оборудования на втором энергоблоке снизил на две трети образования отходов производства и потребления. Руководство Смоленской атомной станции именно в части экологии и охраны окружающей среды отдаёт достаточно большой приоритет. Поэтому мы совместно с цехами основными планируем и будем планировать и реализовывать мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и здоровье нашего населения. Информация о работе Смоленской АЭС всегда открыта для общественности. Экологический отчёт доступен в информационном центре САЭС, в городской администрации и в интернете. Управление информации общественных связей как раз в этом направлении в тесном сотрудничестве вместе с отделом окружающей среды работают для того, чтобы донести до населения, которое проживает в городе Десногорске, в зоне наблюдения Смоленской атомной станции, это у нас Россовский район и Янинский район, вот всю ту информацию, которая есть на атомной станции. Люди не боялись её, чтобы видели всё то, что проводится на атомной станции в области экологической безопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности, всех тех вопросов, которые помимо основной деятельности в самой атомной станции делаются. Педагоги городских школ уже много лет сотрудничают с атомщиками. По экологическим вопросам в этой работе принимают участие и школьники, и даже малыши из детских садов, естественно, на своём уровне. Я считаю, что наша атомная станция работает прекрасно, по крайней мере, в области образования. Наши дети получают достаточные знания, мы всегда обращаемся за помощью, и нам никогда в этом не отказывают. Видимым знаком признания за экологические инициативы и вклад в улучшение экологии России Смоленская АЭС по итогам 2014 года дважды получила награды неправительственного экологического фонда имени Вернацкого. Когда этот сюжет уже был готов к эфиру, мы узнали, что Смоленская АЭС получила ещё одну награду фонда Вернацкого. Это диплом и памятный знак за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна-2015». Особенно приятно узнать, что эта награда, по сути, принадлежит всем десногорцам, потому что участвовали в апрельском субботнике представители всех предприятий города. Сейчас мы вам напомним, как это было. В эти дни «Зелёная весна» превращается в «Золотую осень». Мы приглашаем вас 30 октября принять участие в общегородском субботнике, который предложил провести совет руководителей предприятий города. 21 октября в выставочном зале Десногорска открылась новая выставка венгерского фотохудожника Балента Винце. В его работах представлен удивительный мир природы, скрытый от невооружённого взгляда. Имя Балента Винце уже знакомо многим десногорцам. Он работает в информационном центре Венгерской АЭС «ПАКШ». Около 10 лет он профессионально занимается фотографией природы и считает этот вид искусства самым красивым и доказательным способом популяризации атомной отрасли. В последнее время Балент Винце посещает российские атомные станции и фотографирует окружающую их природу во всём великолепии и многообразии. Год назад фотохудожник посетил Десногорск и Смоленскую АЭС. О его визите мы рассказывали в информационных выпусках. На открывшейся 21 октября выставке «Импрессия от Чукотки до Дуная» представлены работы, сделанные и в наших окрестностях. На снимках можно увидеть, насколько бережно атомщики относятся к сохранению экологической целостности окружающей среды. Эта выставка – результат уникального совместного проекта «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «ПАКШ». Данная выставка ценна тем, что автор сам работник атомной станции и у него есть абсолютное понятие, как работает атомная станция. Он был очень впечатлён той красотой, которую он увидел в месте расположения Смоленской атомной станции. Десногорцам, пришедшим на выставку, откроется красота и богатство растительного и животного мира, соседствующего с атомной станцией. Автор и организаторы выставки приглашают вырваться из стремительного темпа городской жизни и насладиться гармонией природы. Очень познавательная, интересная, особенно для молодёжи. Выставка понравилась, она на самом деле впечатляет. Я, как бывший работник ОРБ, мне особенно дорого, что ли, то, что человек умудрился запечатлеть живую природу, нетронутую рукой человека. Выставка будет радовать своих посетителей до 20 ноября. В ближайшее воскресенье профессиональный праздник отметят работники автомобильного транспорта. Особое значение этот праздник имеет не только для профессиональных водителей, но и для коллективов автотранспортных предприятий. А накануне, 21 октября, Десногорское народное предприятие «Автотранс» отмечает 40 лет со дня образования. В честь юбилея их парк пополнится не новым, а практически раритетным автобусом, в точности таким, какой возил первостроителей города 40 лет назад. Только ездить на этом автобусе уже не придётся. 40 лет назад, когда было принято решение о строительстве Смоленской АЭС, на этой земле начал сооружаться городок для первостроителей. Именно тогда появились и первые три автобуса, которые собирали по окрестным деревням рабочих и возили их к месту строительства. Дата 21 октября 1975 года считается днём рождения народного предприятия «Автотранс». которое в те времена было филиалом Рословского ПТП. 21 октября 2015 года предприятие «Автотранс» отметило 40 лет своей работы на Десногорской земле. Сейчас у «Автотранса» большой парк автобусов. В честь 40-летия он пополнился ещё одним новеньким автобусом. Ездить на нём, правда, нельзя, так как он установлен на постамент. А привезти сюда детей и показать, какие раньше были автобусы, можно. В Десногорске ещё живут люди, которые помнят эти автобусы в работе. Один из них крутил баранку такого автобуса. Это Иван Сергеевич Матюшенко, трудовой стаж которого чуть меньше, чем возраст самого «Автотранса». Этот исторический автомобиль будет напоминать нам о событиях 40-летней давности. Может быть, именно на нём ездили на работу первостроители города и станции. Сейчас народное предприятие «Автотранс» обеспечивает пассажирские, городские, пригородные и междугородние перевозки, оказывает сервисные услуги по обслуживанию автомобилей. Автовокзал «Автотранса» связывает Десногорск с городами-районами Смоленской области и другими регионами России. На предприятии работает 165 человек, причём 80% из них – это работники, стаж которых более 25 лет. Для пассажиров это значит их опыт, ответственность и безопасность на дороге. С 1981 года возглавляет народное предприятие Анатолий Ефимов. Его профессионализм был отмечен орденом «Звезда экономики России». Предприятие «Автотранс» – практически ровесник Десногорска. Оно родилось, росло и развивалось вместе с нашим городом. Сегодня на «Автотрансе» работают уже дети и внуки первых водителей. Слова благодарности одному из старейших коллективов автомобилистов Десногорска, коллективу народного предприятия «Автотранс». В выходные дни в спортивном зале «Полимер» пройдёт отборочный тур по волейболу чемпионата Первой лиги России среди мужских команд Центрального федерального округа. В борьбу вступит пять команд из Десногорска, Тулы, Курчатова и Новокроскова Московской области. Между прочим, в прошлогоднем чемпионате наша команда заняла первое место. Волейболисты «Полимера» ждут своих болельщиков 23, 24 и 25 октября. Уважаемые телезрители, это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин